Дорогие коллеги, давайте начнем наше занятие этимологии уральских языков. Но по просьбе Анны Владимировны в середине занятий я подключу также материалы тюркских языков и покажу, как с ним работать в программе. Ну, как делать этимологии в программе LingvaDoc, покажу и на материале уральских, и на материале тюркских языков. В принципе, моя лекция будет состоять из нескольких частей. Первая часть будет такая более теоретическая для людей, уже знакомых с уральскими языками. Вторая часть будет тренировка по этим соответствиям. И здесь она построена так, что люди, даже не знающие, могут уже потренироваться, как, имея таблицу соответствия, работать с этимологиями. И следующая часть будет посвящена работе на онлайн-портале. Здесь это полезно всем, потому что нам практически нужны люди, которые будут делать эту этимологию вот в нашем проекте. У нас сейчас таких людей не хватает, поэтому вы посмотрите, как это легко. Тем более, взяв мои соответствия, соответствия Анны Владимировны, это делать очень легко. Это вот практическая часть. И вот такая будет лекция. Вот, значит... Значит, ну сейчас я очень кратко покажу соответствия согласных для уральских языков. Эта часть работы, ну, это, собственно, исследовательская часть. Эти соответствия предложены мной уже на материале полной обработки материалов уральского этимологического словаря Карл Редой, который лежит в основе сейчас всей этимологической работы по уралистике. Но надо сказать, что здесь есть какие-то мелкие уточнения, специалисты, конечно, это увидят. Но в целом уральский этимологический словарь с точки зрения согласных сделан очень-очень аккуратно. Буквально, ну, соответствия, хотя они не были ранее выписаны авторами словаря, они, в общем-то, очевидны. Вот я покажу эти ряды. То есть вы видите, что ряды К, Т, они характеризуются тем, что есть еще двойные согласные. Довольно много африкат, как вы видите. Их рефлексация различается в зависимости от начальной и дулаутной позиции. Вот, ну, собственно, вот я так кратко это пробегу. Основная мысль, что эти соответствия можно будет найти на сайте лаборатории в моей презентации. Далее для использования. Вот, а вот здесь вот я хотела бы чуть более подробно остаться. Ну, вот немножко проблемы со шрифтами. Но это не принципиально важно. Основная мысль та, что, ну, когда я, собственно, начала заниматься уралистикой в 2001 году, приступила, профессор Хилимский, который меня учил, сказал, что уральские языки для него интересны тем, что в них как бы не выполняются законы регулярных соответствий. Законы регулярных соответствий, ну, вот вы сейчас видели, на тюркских языках. То есть одна фонема регулярно переходит в другую, либо есть какие-то позиции, исключения. Что в уральских гласных, например, это вообще не соблюдается. И мы можем посмотреть, вот, ну, вот это вот таблицы, подготовленные календаром и дебо Владимира Антоновича в предисловии к словарю Ильича Свиточа. Вот что давала реальная роспись уральского этимологического словаря. Ну, то есть фактически она давала огромное количество вариантов рефлексации в ряде языков, особенно в угорских, самодейских, пемских, мордовских, для одной проуральской фонемы. Как с этим разбираться? Ну, собственно, вот это и стало моей задачей, которая легла и в основу докторской диссертации, которой мы все время сейчас продолжаем заниматься. Вот здесь, на вот этой вот таблице, я представила результаты, но они еще частично не опубликованные, своих наработок. Вы видите, так же, как и авторы УЭВ и предшественников, я беру фактически за основу финский гласный. Финский гласный, но при этом я стараюсь учитывать и второй слог, и позиции ударения, которые релевантны для мордовского языка, которые релевантны, и они реально представлены в макшанском, которые релевантны для просомодийского языка, и ударение реально представлено в селькубских, южных и центральных, и в ненецких. Оно представлено и в архивах Кастрена, и в первых книгах, и в наших полевых записях. Интересно то, что в хантейском и мансийском языках, вы видите, произошел процесс, когда гласные во многом практически совпадали. Гласные заднего ряда в А долгое и А краткое, а гласные переднего ряда совпадали в А ум ляут и А ум ляут краткое. В хантейском и в мансийском, вот А и А долгое, и развивались уже в зависимости от внутри хантейского ум ляута, и внутри мансийского ум ляута. То есть понятно, почему такое как бы гигантское количество соответствий, потому что эти гласные уже развивались, видимо, в каждом из языков отдельно. В финноволжских отдельно, в просомодийском отдельно, в хантейском отдельно, в мансийском отдельно. В зависимости от внутри семейных факторов. Ну, эти, конечно, такая очень большая теория за этим стоит, ее трудно рассказать быстро, поэтому я хотела бы практически показать, что можно использовать прямо вот, ну, работая с этимологиями сейчас. За основу я предлагаю брать вот эти вот таблицы соответствий, я доработаю так, чтобы в них на сайте было все видно, и хотела бы показать, как с этой помощью можно оценивать этимологии из конкретных словарей, стоит их привлекать или в них есть ошибки. И сейчас давайте с вами потренируемся, я вам нужные строчки буду выписывать, и вот на конкретных этимологиях разберем, есть в них ошибка или нет. Я попрошу это сделать вас, как бы глядя на соответствие. Вот одна из этимологий, вот она, ну, ее картинка из словаря Реды, вот здесь ее перевод на русский, вот, и вот соответствие финно-угорского С и финно-угорского Р. То есть сейчас давайте сосредоточимся на согласных. Как вы оцениваете, все ли в этой этимологии правильно или есть ошибка? Есть здесь и правильные этимологии, и ошибочные. То есть я не говорю заранее, это какая. Спасибо. 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 Ассимиляции в хантыском, которые предлагаются, специально себе выбирала, они встречаются для случаев Ш, когда дальше идет Ч или Ш. То есть вот в таких случаях действительно она появляется Ш. Вот. Больше в словаре Реды нет других случаев ассимиляции. То есть этот пример был бы тогда уникальный, а во всех остальных случаях никак не влияет суффикс вот такого рода. В общем, и вы проверили сколько там случаев с начальным С и таким суффиксом? В словаре Реды конкретно случаев с начальным С просто вот не с таким суффиксом, а около сорока. Ни в одном случае не происходит вот такого процесса. Но я при этом не есть с этим суффиксом. С таким суффиксом слова встречаются в словаре Девос, в словаре Штайница. Их около двадцати, ну и ни в одном случае тоже этого не происходит. Около двадцати с начальным С? С начальным С, да. Ага. То есть действительно тогда... Ну то есть это не очень частотный суффикс, но такой процесс не происходит. Вот. Ну действительно, это дополнительная информация. Здесь я выбирала примеры такие чистые, уже мною выверенные. Вот. Но вот таким образом можно по крайней мере поставить его под вопрос. Да, может быть нужно дополнительное исследование, точно, не точно, но это уже под вопросом. Вот. Но я провела здесь исследование, чтобы так надежно уже сказать. Вот следующий пример. Картинка. Ну вот и сейчас будет по-русски. По картинке показывает, что это вся тыс вот реального словаря. Это слово грудь, пазуха. Пожалуйста, обратите внимание тоже на согласные. Есть ли тут какие-то ошибки? Как вы считаете? Кто-то видит ошибку? Нет. В этом примере все правильно. Я просто... На самом деле, таких примеров в словаре подавляющее большинство. Примеров с неточностями по согласным очень-очень мало. Нет, в венгерском тоже все правильно. Видите, изначальное С, оно переходит в ноль, и здесь действительно ноль. В хантыйском мы как раз видим тот рефлекс, который мы бы ждали там. Видите, это как раз тоже С, но оно дает вот здесь йод, л и т. Вот. То есть, это хороший пример рефлексации С. Вот. Ну... А вот пример теперь уже на вокализм. Вокализм, ну, в принципе, он более сложный. И вот здесь, видите, сами авторы УЭВ, уральского этимологического словаря, поставили эту этимологию под вопросом. А мы теперь, зная правила вокализма, можем ответить на вопрос, проходит эта этимология или нет. Вот смотрите, я даю вам, собственно, таблицу с теми рефлексами мордовскими и просомодийскими, которые вот, ну, А с квадратиком, это А с кружочком, которые я вывела правила. Оно проверено на полном корпусе этимологии УЭВ, надежных, имеющих параллель финском. И, глядя на это правило, мы можем сказать, эта этимология получается или нет. Давайте разбирать каждый, ну, случай. Мордовский, Мордовская патча, какой гласный первого слога должен быть в проуральском языке? А, совершенно верно. А прасомодийская пуце, какой это проуральский гласный? У. У. То есть, вы видите, эти слова имеют разные проязыковые гласные. Ранее, поскольку приводился такой список рефлексов практически все возможные, мы не могли надежно сказать, это слово имеет этимологию или не имеет его. Сейчас мы можем сказать это надежно. Эта этимология неверная. Вот, следующий пример, еще одна этимология. Вот, здесь, собственно, я сразу говорю, что эта этимология верная. Но неправильно сделана реконструкция. То есть, проязыковая форма сделана не совсем точно. Вот здесь вот, ну, есть какое-то количество квадратиков. Значит, квадратик обозначает в просаамском О-долгое. Но нам надо все равно смотреть в первую очередь на северный. На северно-саамский, норвежский-саамский, потому что именно он здесь выписан в этимологии. Чёрпо. Да? То есть, глядя на него... Да, я тут вижу маленькую ошибку. Которая как раз не дает возможности решить эту задачку. Вот сейчас я исправляю ошибку. И сразу тогда будет ясно, как она решается. Правильный ответ здесь вот такой. И, соответственно, тогда ясно, какая должна быть реконструкция. Да, это проуральское У. Видите? То есть, саамское О в северном диалекте, оно нам однозначно указывает, что в проуральском языке должно быть У. Вот. И вот так вот мы можем подправить проформу, глядя на эти таблички. Сейчас я бы хотела перейти к показу того, как работать в лингводоке. Ну, начну я действительно от стюрских языков. Вот. Покажу несколько примеров. Вот. Покажу пример, например, ну, как вот, значит, устроена работа. Для того, чтобы делать этимологии, у нас надо получить права делать этимологии в каждом словаре. То есть, система устроена таким образом, что автор словаря, создатель, вот тот, кто загрузил систему, он автоматически имеет свои права и право другим людям раздавать разрешение что-то делать в своем словаре. То есть, это не может делать никто, кроме автора словаря. Даже администратор это сделать не может. Вот. Поэтому здесь вы можете не беспокоиться о определенной праве. Если вы загрузили словарь в нашу систему, то никто не сможет в нем ничего сделать без вашего разрешения. Более того, вы можете так настроить, вот об этом будет Олег Борисенко рассказывать, что человек может делать, потом вы только будете видеть все результаты его работы, какие-то вы сможете одобрить, какие-то вы сможете отклонить. То есть, здесь надо понимать, что человек, загрузивший свой словарь, является как бы абсолютным хозяином, который может полностью контролировать все, что происходит с его словарем. И, ну, давать еще такие же права другим людям. Вот. Я не хозяйка этого словаря, чурского, поэтому все, что я сделаю, видно, потом в заключительной версии не будет. Пока это не одобрит Анна Владимировна или Данил, как кто-то из них загружал этот словарь, и он должен это все одобрять. Но для демонстрации нам это видно будет. А когда я выключу компьютер, это останется только у Данила в информации. Вот. Смотрите. Вот я беру какое-то слово. Например, я беру слово ВОЖ. И я хочу ему сделать этимологию. Для того, чтобы сделать этимологию, я открываю словарь, лексические входы, нажимаю на кнопочку ЭДИТ. После этого я дохожу до нужного слова и нажимаю здесь тоже кнопку ЭДИТ в разделе ЭТИМОЛОГИЯ. Вы видите, у вас высвечивается поисковое меню, и вы сюда вбиваете по-русски то слово, которое вы планируете искать. Вот. Ну, я вбиваю, честно говоря, обычно корень. Но можно искать и по соответствиям. Можно вбивать и нерусское слово. То есть поиск может быть организован любым способом. Но для простоты сначала можно обработать через русское слово. Вот мы вбиваем слово ВОЖ и начинаем поиск. Теперь давайте я буду пролистывать, а вы мне будете говорить, какие слова надо подсоединять, а какие нет. Вот у нас ПИТЕР, это ВШИ. Как вы думаете, какие здесь слова нам надо подсоединить? ПИТЕР можно, но нужно во множественном. ПИТЕР можно, но не обладает. Вот слово. Дальше идем дальше. Такие слова, которые нам подсоединяют. ПИТЕР. 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 Спасибо. 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 Вот, то есть вот такая вот работа. Потом, когда у вас появятся права, ну, человек одобрит, то вот здесь в разделе этимологии любой нажавший сможет увидеть все параллели. Вот, оплата этой работы достаточно хорошая, и по тюркским языкам нам особенно нужны, ну, люди, которые будут этим заниматься, потому что если мы посмотрим на вот, ну, наши словари, мы видим, как много здесь словарей одного и того же даже диалекта от разных носителей. Соединять, есть, конечно, задачи все между собой, они очень близки, похоже, соединить лексическими связями. Вот, и эта задача стоит, ну, достаточно остро. Вот, но, конечно, нельзя к этому относиться вот так вот, как к детской игрушке. Вот, а здесь важно все-таки как-то учитывать систему соответствий. Вот давайте сейчас, вот у меня вчера Анна Владимировна показала этот пример, сейчас я покажу его вам. Вот, я, честно говоря, еще не успела придумать, как он решается. Вот, может, кто-то из вас догадается сходу, потому что я вижу, что вы уже хорошо освоили вот эти вот тюркские соответствия. Вопрос, собственно, касается вот этого слова «апаш» белый. Да, какие слова к нему мы должны подсоединить. И дайте, пожалуйста, основания. Обоснования, какие мы слова подсоединяем, а какие нет. Вот, давайте смотрим и думаем, какие мы слова подсоединяем к слову «апаш». Подсоединяем ли мы к нему казахское слово «ак»? Да, соединяем. А как объяснить переход? Вот там «п», а тут «к». Ну, я подумала «ап-ак» вот на этой основе. Да, я тоже думаю, что это превосходная степень в форме как парного слова «ап-ак» белоснежной. То есть вот там была «апащ», это вот, наверное, «ап-ак», да? Ну, я по поводу «щ», «к». Вот там не «пэ-к», наверное, я думаю, что это «ап-ак». Ну, то есть, вот, например, в татарске можно сказать «ап-ак» значение белый-белый, белоснежный. То есть там это, как называется, я забыла, префиксальное, как это? Усилительное уж, короче, как префикс он выглядит, но это на самом деле парное слово «ап-ак». Здесь, наверное, тоже имелось в виду «ап-ащ». Может, это «ащек», что ли? Да? Ага. Ну, в общем, это не моя придумка, это традиционная трактовка этих форм, она и у Баскакова есть. Это действительно, как вы правильно говорите, это образование от «ап-ак», усилительной вот этой префиксальной удвоительной формы, с суффиксом, тоже усилительным «ач», да, вот. А, значит, в туболарском «г» в середине озвончается и в трехсложных формах вылетает, действительно. А в таблицах есть это в каких-то? Нет, в таблицах туболарского нет вообще. Это же базовое соответствие, но люди, которые… Но, в общем, тюрполог может догадаться до этого дела, действительно. А подскажите еще какой-нибудь пример, чтобы соответствие было из базовой таблички, но хитрое, Анна Владимировна. На каком-нибудь, давайте разберем еще. Вот из этого словаря, чтобы из базовой таблички, но хитрое. Так, так, так. Ну, давайте посмотрим. Да, ну, слово «няй» мы не будем разбирать, потому что это ужасное алтайское слово «большой», которое там по некоторым гипоизмам. Дело в том, что есть «диан большой» и «диан толстый». Поэтому «диан большой» нельзя производить из этого четвертого толстого. Вот. Зато он хорошо соответствует заимствованному на среднекитайском, в общем, уровне слону. Вот. Не исключено, что так оно и есть. Так, а что же тут еще? Ну, прекрасное сибирское слово «тазыл», которое корень, которое, видимо, является старым самодийским заимствованием вот именно в языке Южной Сибири. Что тут еще хорошего-то есть? С деревом все в порядке. Так. Ну, дождь, наверное, все могут объяснить? Ну, давайте поищем. Не объяснить, а поищем к нему параллели. Ну, давайте. Так. Мне нужно обрабатывать. Да. Значит, мы забудем. Мышка. А, мы забудем туда слово «дождь». Некоторое еще неудобство сейчас заключается в том, что языки у нас высвечиваются без классификации. Мы надеемся, что в самое ближайшее время будут сначала эти тюркские формы, потом уральские, а сейчас идут все в перемешку. Вот. Давайте вы будете опускать, и все будут говорить, что нужно подсоединять. Ну что, вот у нас урильянские слова. Будем мы их подсоединить. Нет, наверное, надо сразу только тюркские смотреть. Да, давайте, да. Давайте, да. Ну, действительно. Ну, вот у нас... Туболарская форма. Я буду... Да. Тюркетская. Микрофон. Кажется про яш. Яш. Это тот же корень, правильно? Тот же корень, но другой суффикс. Значит, мы его тоже связываем. Так. Пермякский не смотрим. Ульский тоже не смотрим, давайте. Якутский другое слово. Все-таки. А, вот у нас... Так. Челканская форма. А, вторая страничка. Так. Вот он у нас перелеснул. Так. 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 Спасибо. 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 Нет, это хорошая игрушка, что уж там. Давайте посмотрим, что в результате получилось. Можно посмотреть, перейдя на первую страничку. Там еще 8 страниц. Ну да. Мы на самом деле еще так и не решили вопрос по оплате. Сколько давать на нажатие кнопки? Из-за того, что мы нажали этот, высветились еще уральские. Да-да-да, нет, звук нам не нужен. Слеза. Да, ужас. Нельзя ошибаться. Вот нямыр чулканский, суранашский. Нямыр, дождь. Завтра будет дождь. Ишь ты чаш-чаш. Идет дождь. Чаш-чаш-чет. Нямыр. Чамыр. Что-то там не то сидит, по-моему, в этом квадратике. Дождь идет. Нямыр, ябл. Тихо очень. Но нямыр сложнее. Нямыр. Это работа уже частично выполнена. Вот, она выполнена для самодийских. Ну, не до конца, конечно, но уже, так, 80%. Ну, для обско-угорских активно я делаю это. Вот, но есть словари, которые еще нуждаются в такой работе. И, собственно, ну, вот Наташи я тут не вижу кошелек. А я, собственно, хотела ей прямо показать, как на ее словаре. Вот ты только сделал словарь. Вот Надя тоже может со своим словарем. Сергей. Такую же работу вам необходимо проводить со своими словарями. Сейчас вот я на примере Наташиного словаря покажу, как это делается вот и для уральских языков, чтобы вы это... Ну, а поскольку вы сами хозяева своего словаря, вы тоже можете сразу начать это делать. Вот. Вот, собственно, Наташа подгрузила словарь. Словарь Черкалова, созданный в 1783 году. Мы его нашли в Питерском архиве, отцифровали, уже ввели в систему, уже выписали параллели, возможно, из словаря Каниста. Вот. И теперь сейчас стоит задача сделать его этимологизацию. Да. Видите, у меня нет прав это делать. Вот. Но я сейчас войду под паролем администратора. Под паролью администратора я могу хотя бы это... Ну, хочу... Могу хотя бы показывать. А, нет, не работает паролем администратора. Давайте я под своим паролем что-то покажу. Продолжение следует... К сожалению, проблема в том, что под моим паролем все словари уже практически обработаны с точки зрения этимологии. Надь, не хотите на своем словаре на каком-нибудь показать, как это делается? Да, вы тогда подойдите, вводите под своим паролем и попробуйте. Потому что я уже свои почти все словари обработала, вот, ну, по нашему гранту. А у нас, видите, с паролями очень строго, что ты можешь только свое обрабатывать или то, на что тебе дали права. Ну, или, может, Сергей, если он помнит. Сергей, ты помнишь свои пароли? У меня зума автоматически входит, я уже просто их забыла. Так, ладно, я сейчас обвалзу. Нет. Логин не тот, логин не тот. А вот, по-моему, как email, да, Надя? Точно. Точно. Нет. 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 И тогда под моим может быть. Вы мне не давали права на какой-нибудь свой словарь? Да, на все слова ряда. А, да, давайте под моим попробуем. Что-то я уже делаю, да? Давайте посмотрим, на какой вы мне давали. А вот на последний. У меня сейчас тут как грибы у нас. Еще же не только ваше. А это текст вроде. Вот, давайте вот это. А вот это что-то делать. А я пока покажу на другом селькубском словаре, на своем, но я от него сейчас рассоединю и покажу, как это легко достаточно делается. Вот. То есть, с одной стороны, здесь будет полезно то, что я сразу покажу, как разрывать связи. То есть, вот если у тебя есть связи, ты, допустим, их сделал ошибочно. Вот так, как, ну, вот, было, слушаем, дождь. Ты открываешь это слово в словаре. То слово, которое ты подсоединил ошибочно. И находишь вот эту вот красную кнопку. Видите, как много здесь уже было подсоединено. Допустим, все ошибочно. И ты называешь кнопку дисконнект. И все твои этимологические связи у этого слова исчезают. И ты заново все делаешь. Например, у слова белый, чаки, селькубское. Ты ищешь его параллели. И вот так вот ищешь. Сёрч. Ну, белый. Давайте посмотрим, какие слова, вы думаете, надо соединить с чаки, селькубский, белый. И какие слова с ним могут быть еще связаны. Потому что это слово интересно тем, что в этой системе, как мне кажется, мы можем найти для него не только параллели, а еще и заимствования, источники, которые из него были заимствованы. Потому что у нас, вы видите, на слово белый мы находим не только уральские слова, но и тунгусские, тюркские. Таким образом мы можем и заимствования проверять. Итак, давайте смотреть. И вы мне подсказывайте, что соединять, что надо помечать как заимствование, а что как этимологический рефлес. Как вы думаете? Вот слово «кандон», да, это нанайский диалект. Как вы думаете, он связан с чак? Да. Вы видите? То есть здесь очень интересно, что это, гипотеза о заимствовании, о связи тунгусского, белого и селькубского, она ранее никем не была предложена. А здесь в системе у нас она просто бросается в глаза. Да, да, ее мы вот, ну, отдельно будем записывать в поле ворд, копировать. Дальше давайте смотреть. Какие слова еще вы видите похожие на слово чак? Чак. Булавинский диалект, совершенно верно. Это ульчский, тоже тунгусский. Его надо будет связать, этимологическая связь, зайдя в нанайский, к нему привязать. А здесь это тоже то, что, ну, видимо, связано с заимствованием. А теперь, смотрите, есть ли еще слово, которое этимологически связано. Здесь пока нету. Это найхинский, нанайский. То есть опять речь идет о заимствовании. Ульчский, видите, то есть речь идет о заимствовании. А вот это слово из рассказов Ирины Анатольевны Коробейниковой, то есть сейчас мы открывали среднеамской селькубский словарь, а тут мы видим слово из нарымского селькубского. Ясно, что оно связано этимологией, да? Еще вы видите какое-то слово, которое связано этимологией? Какое? Да, среднеамской. Еще какие? Давайте смотреть. Да, это тоже из селькубских сказок, вот оно явно связано. Еще какие-то, видите, слова? Вот, селькубский тоже белый, вот, он многократно встречается. Вот, и вот этот вот белый селькубский, он был уже изначально завязан со многими словами. И они все автоматически попадут сюда в уже объединенные. И если мы откроем на первой страничке, то вот здесь в поле «Connected Entries» мы уже увидим, видите, довольно многие слова из коми-языка. Вот, из селькубского Арбалдаева, Тецкого-Селькубского, вот они здесь. Из рассказов Коробейниковой. Вот, можно послушать. Вот, ну, вот, то есть таким вот образом идет работа. Ну, я прошу пока связывать, вот, ну, членов уральской группы в рамках семей небольших, то есть хантейский диалект или максимально обско-угорский, потому что, конечно, дальше уже достаточно сложно и надо ориентироваться по соответствию, а вначале тренироваться вот на таких более маленьких масштабах. А по тюркским языкам здесь я вижу уже такой есть опыт этимологический у ряда людей, и, наверное, да, вот видите, как у вас хорошо получалось связывать этимологии, тем более, что поле деятельности здесь очень большое. Вот, поэтому, вот, Надя, как вы нашли? Хотите еще? Да. Надя, хотите что-нибудь? Нашу, удалось пароль найти вам? Хотите пока потренироваться на своем словаре? Давайте, да. Давайте, я немножко пропустила. Вот так раз. Спасибо. 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 Так, здесь я должна ввести перевод на русский язык, и он уже будет искать. Если я правильно понимаю, сейчас будет список из всех языков, доступных в лингвадоке, и уральских, и алтайских. Так, смотрите, какое слово, вам кажется, нужно выбрать? Ном. Да, как вам кажется, какое слово вот из тех, что на экране, мы выбираем? Коми-пермятская. Н. Как вы думаете, оно связано, Коми-пермятская? Нет, оно не связано, да. Как вы думаете, это слово связано? Нет, оно не связано. То есть, если мы посмотрим на таблицу самодейских соответствий, я тоже выложу. Г в Мганасанском, оно возникает протетически, оно никогда не соответствует Н. Поэтому, видите, сходство есть, но детальный анализ показывает, что эти слова связывать нельзя по соответствиям. А какую-то таблицу мы используем все, когда эти соответствия… Про самодейские – это таблицы, сделанные на основе словаря Янхонна. Янхонна. Ну, мы просто про листов, давайте сосредоточимся на самодейских. Вот, Мганасанский, видите, опять не подходит. Давайте, следующую страницу. Вы считаете, что не подходит, да? Да, я уверена, вот. Так. А вот, видите, подходит. Селькуббайбл, чуть-чуть выше, Надь. Вот, соединяем. Так, это мы соединяем. Ну, по диалектам селькубского оно везде будет соединено, connect. Да. Давайте ищем, найдется ли что-то еще за пределами. Вот, а вот нашлось, видите, да, в каком языке? В гаданском диалекте ненецкого языка. Ну, видите? Угу. Соединяйте. Еще ниже, видите? Ямальский, да, соединяем. Ой, ой. Вот, connect. Ускакалась у меня. Вот этот, ага. Еще видите слово другое? Ну, мал, карельское, тоже сюда, да. А можно вопрос задать? Угу. Вот транскрипция, графа же есть. Там транскрипция, где аудиозапись есть, получается транскрипция записи. А вот когда словаре, вот это как бы словарная форма, да? Как, простите, не совсем поняла вопрос. Вот графа транскрипция есть. Да. Третий графа. Там транскрипция дается аудиозаписи, получается. Если где запись есть. А где словарь, там где аудиозаписи нет, это значит словарная форма, да? Есть случаи, где в графе транскрипции действительно ничего нет. Это значит, что все формы, начальных форм слова в этом тексте не было засвидетельствованы, только формы парадигмы. Вот в такой ситуации надо нажать вот сюда на бекреф, на бекреф, вот сюда, видите, в самую правую колонку, и тогда формы слова, они высвечиваются, если нажимать из самого словаря. Вот так можно посмотреть, что это за слово. Вот еще какие мы связываем. Видео, не сразу срабатывает. Да, Кецкий тоже. Видите, мы даже и в Карельском оно есть, да, мы же соединили, то есть общеуральское. Не подходит, да, то есть вот это такое простое слово, не, мы, оно всегда сохраняется стабильно во всех уральских языках, поэтому здесь достаточно просто искать, что нужно связывать. И на страничке 1 мы можем посмотреть внизу результаты вот того, что Надя сейчас сделала. И уже сможет, я покажу, как это сделать так, чтобы это было, видимо, всем. Вот, смотрите, connect entries, вот мы слышим. Ну, 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 ну. То есть, вы видите, попало многое то, что даже Надя и не связывало, потому что это было связано ранее кем-то. И здесь так удобно, что как бы и работа нескольких исследователей складывалась. Например, я объединила ненецкие диалекты, Надя нажимает один, уже все из них тоже подсасывается. Вот так вот. Вот, собственно, вот такая довольно, видите, как быстро, как много параллелей удалось найти к вот этому слову. Мы закрываем, для того, чтобы это стало, видимо, всем. Мы нажимаем кнопочку паблиш, когда ты хозяин словаря. И потом надо обязательно нажать approve all. После этого мы можем зайти в лингводок и отдельно посмотреть этот словарь. И вы увидите, что в нем сейчас должно все это появиться. Уже для всеобщего просмотра без пароля. Слегку Bible Dictionary. Вот здесь мы в поиске можем ввести Бог. Вот мы видим это словом, вот мы видим этимологию, видите. Вот, видите, все появилось. Таким образом, Надя, вы видите, как быстро вы можете делать важную работу для своего словаря, связывая его со всеми остальными, ну, как минимум самодийскими, а может быть и уральскими языками. Да, давайте на этой оптимистической ноте закончим. Я призываю всех тоже присоединяться к этой этимологической работе, потому что у нас сейчас по ней мало людей, которые ее ведут. Брать какие-то себе словари, за них отвечать. Вы видите, что ничего прямо самого не будет открыто. Всегда автор словаря контролирует. Соответствие мы с Анной Владимировой повесим на сайт и зовем вас, используя их, уже практически работать. Спасибо.